а что тут ваше имя как написано прада или что это у нас так не положено должен под именем никаких аватаров и ников у нас не положено мы христиане вы можете переделать переделать можете ну как у меня это именно сейчас сейчас нужно или потом уже тогда попозже ну тогда напишите подробности все так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не против я слушаю говорите пожалуйста хотелось бы уточнить по троице вот у меня есть несколько вопросов да вот это вот самая основная тема очень много людей на эту тему дискуссируют вот первый вопрос а если христос во всех отношениях равен богу то почему он утверждает что его учение не его а пославшие его как бог может нести чужое учение и она 7 16 стих применим здесь вы сами доходили до этого или были среди свидетелей его вы я понимаю откуда этот ветер дует вы сразу только не скрывайте вы светили его вы называются так вам бы лучше вопрос задать кто они такие от эти вопросы которым бросают кто они какое отношение имеют к христу библии они библию полностью отвергли всю новый всемирный перевод там ничего нету то что в библии есть которые места не сходятся них выбросили выпаслись не на злащих пашетях а на ядовитом зелье и поэтому все ваши вопросы идут от них а там уже все разбросано это было учение ария это третий век и и церковь вынуждена была дать отпор ответить а вот как вы смотрите получается только через 300 лет после смерти христа была были учения догмата троицы только через 300 лет через три века это как почему а потому что учения были вдохновлены отцами церкви до учения платона да и надо это платона какое отношение платон имеет ну зачем это глупости повторять по слову божьей собирались он отрицал арий равенства иисуса христа богу отцу и поэтому церковь на этот безумный его шаг вынуждена была дать полный ответ и тогда был собран первый вселенский собор 318 святых отцов и вот они там решили это слова троицы в библии нету это решение очень трудно давалось очень трудно потому что проще было сказать христос есть начало всякого творения как арий говорил это так воспринималось здесь все берется верой или веришь или нет и три свидетельствует на небе этот стих выбросили с бюро послания и она это все этики сектанты так делают я вот попутно вам задам вопрос вы верите что вы там спрашивали про синодальный перевод почему он самый лучший вот отсюда надо начинать тогда будем опираться на библию на библию синодального перевода у немцев перевод делал один человек но ему там помогал один так по малости лютер вы по-немецки разговариваете не нисколько нет так вы знаете в английском языке точный перевод то делал не знаем за знаем что джеймси при короле и якове жимся там если у меня есть несколько переводов вот несколько переводов дело в том что с точностью такой как переводился синодальный перевод этого никогда в мире не было не будет переводили 4 духовные академии у синода во время в месяц было три дня приемные и и один день посвящался поступающим новым частям перевода они переводили имея ввиду арабский текст латинский греческих четыре симаха феодитиона акилы и септуагин то четыре перевода которые были смотрели как это слово понимали святые отцы мне бог давал знания по языкам я занимался в свое время на немецким собрание знал вот по-английски другие там занимался испанским французским я сравнивал библию с синодальным расхождение незначительное порчи никакой нету то что в свете легово никакого отношения к библии ними там сравнивать нищим кощунство и стали допрашивать суд подняли 9 человек допрашивали 9 из них шестеро не могли перевести ни одного слова переводчики яговисту в свете легово а трое начали переводить и на первых же стихах запутались вот и все это мошенники шарлатаны и теперь они смотрели вот допустим есть слова по-русски я скажу коса что такое коса объясните коса не могу сказать точно но опять же это орудие труда ну какое орудие молоток похоже или что такое коса ну коса похоже на острый предмет но острый предмет мы знаем есть тяпка в огороде на тяпку похоже или на что не могу объяснить ну коса вот так вот она длинная и там серпом к палке привязаны и косят траву коса разудись плечо как кольцо вписал размахнись рука вот об этой косе говорится второе коса у женщины длинный волос она запитает коса дальше в деяниях апостолов написано и корабль сел на косу не на женскую косу а взморья неглубокая и корабль прибило ветром он сел на косу его разбивала волнами смотрите сколько значение слова коса а слова пар это понимаете пары что такое пары пары это распахивает которые это отдыхала земля другое пары которые вырываются когда вода приводите их анавич да извините извините перебил у меня еще по троице вопрос вот такой я объясню эти когда я креститель крестил иисуса христа да на иордане господь господь получается сказал ну отверзли с небеса да и он сказал то сие мой сын возлюбленный до которого я выбрал мы говорим сейчас не об этом сейчас не надо об этом борис не надо мы поговорим о переводе поэтому смотрели святые отцы когда переводили на русский язык не кто-то хвольстан данил аврамович природный еврей который принял православие доктор филологического университета люди с огромными знаниями я близко знал александра менее которого убили священника мень он еврей чистопородный еврей и когда я спросила вы могли бы переводить как герасим петрович павский а он преподавал в академии учебники для еврейских школ писал он вот так от меня отшатнулся да вы что никогда таких переводчиков просто нету они доходили до того как на это слово откликались люди в разных народностей понимаете какая глубина была смотреть то есть вот такие нюансы каждого слова перевод какой нам русский поставить перевод и переводчики которые переводили знали которые принимали в синоде и снова и снова сравнивали так синодальный перевод лучший за 2000 лет во всем мире вы к этому приходит дело в том что есть понятие буквальный перевод и идиоматический перевод там все учтено там все учтено все мы только слова ловим а они жили этим и он спрашивает какой родной твой язык я не знаю он одинаково говорит на нескольких языках тогда спрашивает а во сне когда сон видите на каком говорите и только поэтому узнали какой для него будет родной язык нет таких переводчиков я сам переводчик выступал на разных собраниях на разных языках но я понимаю мои знания ограничены я переводил военные темы там религиозная а когда коснулось ботанические я не знаю слова заглядываю вот что суть дела поэтому будем беседовать только по синодальному переводу вы его если не признаете разговор окончен мне зачем я сравниваю и тот и тот как бы я и синодальный читаю мне как бы интересно в любом случае я же не остановился на одном дело в том что исследовать библию это же не просто да на чем-то остановиться это в любом случае сравнивать нужно искать тут не надо искать уже принято искать не надо наши мизерные клоповные знания я говорю о том что знаю сам за языками занимался переводил людям с американцами беседовал по америке самостоятельно изучал и я знаю мои знания мизерные по сравнению с тем что знали которые переводчики я никогда не не падал в ту сторону вот я знаю этом пойду нет я сравнивал всеми кто прошли впереди я понимал что я ничто перед ними так вы или признаете синодальный перевод никакому другому не обращать или мне разговаривать не о чем тут доказывать не о чем-то да мы ссылки делаем прямо на синодальный перевод согласны или нет вот еще есть такой вот простой способ не против вот крест раньше переводилась на греческом стаурус да то есть что-то зависло тут еще зависло зависло я ничего не логическое так а потом значение я ничего не слышал зависло зависло я ничего не слышал не не слышал ничего зависло а сейчас ну сейчас говорите но перед этим целый кусок выпал я ничего не слышал вас не тянет вы хорошенько обдумайте не надо там это они все придумают на столбе крест сохранились и кресты которые на изображениях в катакомбах первом веку относятся это безумие так называемых свидетелей егов это лжесвидетели под именем еговы они ничего не знают невежественные при галсту как бритые они неверующие люди они все по мирскому делают там духовного ничего нету а вы уже пропитаны этим и туда все время клоните сразу на крест мы даже принять синодальный перевод дальше спорить не я имею ввиду что я размышляю о том что вот спустя какое-то время потом только слово стаурус на греческом приобрело богословское значение то есть до этого она не имела такого значения не вот вы не умничаете вы или принимаете или нет вы еще ничего не жили не видели а я там в это третьем веке какой третий век когда в первом веке было в 74 году до новой эры было и везде кресты кресты на которых рабов распинали которые были со спартаком вот сколько сколько там километров 50 и через каждые 100 метров один раб был распятый не так весель а вот так вот вы там узнали где то что же вы знаете то вас знания ты никакие считай крест они я знаю я я только я только я только я только учусь что-то читаю это крест крест вам уже понимаем вам мозги протравили вы забудьте всю эту безбожную ересь я просто спрошу вы верите синодальному переводу или нет я скажу так что я в разные переводы читаю поэтому я не такого перевода я исследую вы отвечаете не по вопросу я не спрашиваю что читаете я пятый раз спрашиваю синодальный перевод для вас являются переводом которому надо обращаться не признавая другие нет все разговоры не о чем тогда мы будем в пустоту молотить какое бы место я не взял а это неправильный перевод это в третьем веке в пятом они уже мозги вам протравили теперь смотрите в ветхом завете если вы считали написано это была тень будущих благ в это верите я но сейчас нахожусь на 1 самуила только у меня 8 18 стих то есть я только начал библию читать только начали считать и когда просчитаете я просто скажу будете когда считать просчитайте четвертую книгу торы слышно нет это пропуск будет здесь у нас опять зависла слушайте внимательно четвертая книга моисеева числа 16 глава запишите сейчас отойдете вы ее просчитайте несколько раз скажите какой прообраз был заложен в этих трех дофан а верон и корей числа числа 16 глава вот смотрите я никакой глава вся глава я вот когда вел занятия одновременно в пяти университетах то показываясь гриферем разделен разделенную доску и показываю наказание говорите какое пример десять суток ну где-то в общественном месте заругался год я пишу на преступление и наказание вот разделенное отгадайте за что даются ну а расстрел за что тогда расстрел был ну изнасилование малолетних то другое а живем в ад да такого нет говорит нет есть единственный случай мировой практики а это сыны левия было дофана верон и корей за что такое наказание сам бог расправился разверзлась земля с женами с детьми от них праха не осталось что это прообразовало это отделение от церкви от церкви яговисты и другие все эти идут в преисподнюю а вы уже там оттуда настолько нахватались и крест не такой выйдите оттуда не принадлежите дофану а вероновую корею еще про про допустим да то есть получается господь хочет зафиксировать в вечности зло получается так если от есть то почему как бы ну если не надо рассуждать у вас еще ничего нету не знание не опыта и все рассуждать что рассуждать когда голова пустая опыта нет у вас никакого написано так двадцать пятая глава евангелия от матфея и пойдут праведники в жизнь вечную они счастливые в муку вечную а мы будем то рассуждать о чем зачем из них молотить когда за всякое слово дашь ответ притча соломона 30 глав 5 6 стих всякое слово господа чисто не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом усть из лжецов в озере огненным озеро до счета до озера огненное где муки написано не прекращаются плащ и стон зачем ни день ни ночь библия говорит так а давай так они это не верующие люди вам эту блевотину в башку затолкали отойдите оттуда помолитесь напишите своими фамилии снова позвоните мне а пока время тратить не надо вы не знаете ничего мне зачем тратить время вы отойдите считайте синодальный перевод забудьте что вам туда заложили не надо это вы познались и ретиками с гнусами ретиками безбожниками там мы будем беседовать спасибо всего хорошего уберите эти правда разве это напишите своими фамилию и и Продолжение следует...